Инженерная сторона антропологии О том, что связано с человеческой деятельностью Ну и главное орудие на протяжении большей части дописьменной истории человечества То есть на протяжении не меньше чем сотни тысяч лет до появления письма Но самое основное, ну и после тоже, связано с деятельностью, последствием руки Главным образом нас интересует правая рука Поскольку это тип людей, которые наиболее распространены среди Население состоящего из человека разумного, разумного в биологическом смысле То есть это в основном правши, у которых левое полушарие коры головного мозга Доминантно по языку То есть родной язык, тот язык, который первый выучивается от родителей или от близких людей Родной язык располагается в основном в нейронах левого полушария Левое полушарие связано у правшей этого типа с правой рукой Правая рука – основное человеческое орудие На протяжении практически всей человеческой истории Вы знаете, здесь возникает один очень интересный вопрос На который пробуют дать ответ антропологи и психологи Пока еще последнее слово не сказали археологи Хотя они имеют дело прежде всего с каменными орудиями Что мы можем думать о том, как мыслит Посредством чего мыслит человек На протяжении всего этого огромного отрезка культуры Пока письменности еще нет Еще нет письменных знаков Поэтому мы знаем, что уже есть устный язык Но как он связан с мышлением? Где и как голова человека мыслит? По-видимому, очень интересный дополнительный ответ Дан в антропологии Начиная с великого американского антрополога Кашинга C-U-S-H-I-N-G Кашинг Он жил в XIX веке в середине Мальчик, который с детства заинтересовался туземцами индейцами Индейцы и белые тогда еще росли дружно И его индейцы научили, как они делают разные предметы Он понял, что они своими руками умеют делать гораздо больше, чем ремесленники белые, которых он хорошо знал Те, кто, как он, говорили по-английски Он выучил язык этих индейцев, с которыми он общался Это были индейцы племени Зунии Если писать латинскими буквами, то это будет Z-U-N-T-I-N-E Как оно пишется по-испански, да, то есть такая волнистая черточка на дно И потом I, Z-U-N-I Вот это племя Зунии научило Кашинга, как делать предметы разными руками И он обратил внимание на то, что индейцы не только предметы делают руками А их мысли каким-то образом связаны с их руками Я думаю, что это, вообще говоря, знакомо любому из нас Если вы читаете лекцию или что-то рассказываете Ну, любой из нас будет делать жесты руками Запретить это себе очень трудно Можно рассказывать только одними руками На этом основано искусство пантомима Хорошо развитое То, чем занимался Марсель Марцов и так далее Но вообще любой человек в состоянии что-то руками изобразить Представить это явно мы унаследовали от каких-то пралюдей Очень далёких предков Которые, скорее всего, изъяснялись именно жестами Гораздо большей степени, чем звуками Звуки, как междометия Ах-Ох Безусловно, были с самых ранних времён существования пралюдей Но, скорее всего, на большинство тем они разговаривали с помощью жестов в рук Значит, жесты рук – это первоначальный спутник человеческой мысли И он очень долго остаётся таким Кашель напечатал замечательную статью под названием «Manual Concepts» Ручные понятия Это то понятие, которое он пытался ввести в антропологию Значит, существует культура, которую думают Каждый человек думает не только с помощью своего головного мозга Но, главным образом, коры головного мозга То есть тех столбиков нейронов, нервных клеток Которые у нас находятся в верхней Близкой к поверхности части головного мозга А кроме того, люди могут думать и с помощью рук Это пытались повторить многие вслед за Кашингом В частности, я специально занимался архивом нашего великого кинорежиссёра Художника Сергея Михайловича Эйзенштейна И нашёл, что он тоже был увлечён идеей ручных понятий Пытался их ввести в свой обиход Сам он был не только замечательный кинорежиссёр Но прекрасный рисовальщик Много делал рисунков с помощью рук Ну, конечно, участвовал и вообще в любом кино- и театральном спектакле Он был также и театральный режиссёр Поэтому ему была близка идея Что можно понятия передавать с помощью разных предметов Которые, в конце концов, делают руки Вот эта особенность человеческой культуры Связь ранней человеческой культуры С мозгом и с рукой Но больше всего это исследовано В замечательных исследованиях и трудах На французского антрополога Лерва Гурана Есть кое-что и на русском языке Но, в частности, Лерва Гуран написал двухтомное исследование Древнего мышления С точки зрения археологии В связи с другими науками Значит, человек начинает с того, что он научивается делать орудия И люди очень рано По-видимому, уже миллионы лет назад Научились делать орудия С помощью которых изготавливаются другие орудия То есть, некоторые каменные орудия Служили средством для того, чтобы создать еще и еще новые орудия из камня То есть, некоторая промышленность каменных орудий Это то, с чем мы сталкиваемся в каменном веке И все время утончаются способы обработки камня Становится более гладкая поверхность Более острым, отточенный край орудия Если нам нужно что-то раздробить, распилить и так далее Мы пользуемся камнями С этой точки зрения Мне кажется очень важным Сравнение того, что нам говорит наука и семиотика В частности, та часть семиотики Которая исследует знаки раннего искусства и раннего ремесла Которые связаны с руками Интересно сравнить это с тем, что мы знаем о животных Сейчас не буду говорить о наших далеких родственниках Антропоидах, шимпанзе, гориллах, боноу Они умеют пользоваться руками в эксперименте И, как выяснилось, могут выучивать человеческий язык жестов То есть антропоиды по использованию рук Занимают среднее место между человеком разумным-разумным Нами и другими живыми существами Которые не относятся к биологической большой группе приматов Которые мы принадлежим вместе с антропоидами Все известные науки приматы Так или иначе умеют пользоваться своими конечностями Что потом превращается в умение пользоваться рукой Особенно правой рукой С чем можно это сравнить? Представьте, самый близкий аналог Это использование внешних средств В социологии беспозвоночных Беспозвоночные – это относительно очень низкий этап биологической эволюции В дарвиновском смазе Но беспозвоночные – такие как Пчелы, осы, муравьи, термиты, ну и некоторые другие Они умеют использовать свое тело Для воспроизводства некоторых знаков То есть они умеют строить сообщения С помощью некоторых изменений позиции тела Самый наглядный пример – это пчелы У пчел замечательный ученый Фриш Открыл существование того, что он назвал танцами Но это особые изменения положения тела пчелы Когда она возвращается в уле После дальнего полета Пчеле удалось долететь Или иногда открыть Новый источник пищи, пыльцы Цветочные, которые пользуются пчелами Она приносит образец в уле И своими движениями тела Показывает другим пчелам Что она нашла новый источник пищи И что он находится в такой именно стороне Вот туда надо лететь Она это показывает И лететь надо примерно такое расстояние То есть оказывается, что длина полета Примерно соответствует характеру этого танца Вот это большое открытие Фриши По-своему замечательное Сейчас некоторые ученые обсуждают вопрос В какой степени мы пчелам должны Отвести какое-то место в предыстории интеллекта Если мы говорим о рассудочной деятельности человека То мы не можем сказать Что у животных совсем нет ничего похожего Вот танцы пчел Это нечто отдаленно похожее На использование человеком своего тела Вообще стекуляции Есть животные, которые умеют Как приматы, как шимпанзе, горилла Использовать внешнее орудие Например, бобры, которые строят целые плотины Это им помогает в охоте на рыб В их постоянной жизни То есть существует животное У которых есть некоторые орудия Вне их тела Но человек в основном На протяжении длительной своей истории Пользуется телом Как способом построения знаков Жестовых знаков Потом речевых знаков Потому что для того, чтобы говорить Мы используем Наш аппарат рта Носа, гортани То есть мы используем некоторые части Человеческого тела Если Кашинг прав Мы умели также когда-то пользоваться руками В этом примерно смысле Часть это остается в следах жестов Как особая система знаков Дальше начинается человеческая история Которая связана с вынесением жестов Вовне Жест может делаться руками Но вне человека И мы его можем зафиксировать Ну, например Мы можем сделать Подпись Или простейший способ Можем окрасить Краской Например, красной охрой Можно окрасить Ладонь руки И отпечатать Ладонь Пятерню Пять пальцев Или меньше пальцев Там разные Племена по-разному используют Символику числа пальцев Но так или иначе Пальцы руки Можно запечатлеть На таком рисунке Это примитивный рисунок Но это уже Вынесение жеста За пределы человеческого тела Потому что мы Жест руки То, что мы окрасили руку Мы это выносим вовне Показываем На стене пещеры Ну, дальше На стенах пещер Появляются Разные другие Наши Символические знаки Изображения Животных Бизонов Лошадей Это всё Происходит Примерно Десятки тысяч Лет назад Во французских И испанских Пещерах Мы находим Наскальную живопись То есть Религиозную Или Мифологическую Символику По-видимому Связанную С охотой С поклонением Каким-то Божеством Покровителям Охоты И В этой символике Мы видим уже Жесты Которые Вынесены Наружу Мы видим Изображение Человека Мёртвого Человека Птицы Как символа Души Человека То есть Возникают Первые Наборы Знаков Которые Мы знаем В наскальной Живописи Разных Племён По-видимому Все Человеческие Племена Обладали Возможностью Нанести Какие-то Знаки На стены Своего Жилья Мы это Находим Повсеместно И значит Можно думать Что умение Создавать Какие-то Символы Знаки Которые Позволяют Человека Назвать Homo Symbolicus Человек Символов Символический Человек Вот Эта Функция Человека По-видимому Очень ранняя Возникает Рано И с точки Зрения Биологии Можно Это Сопоставить И противопоставить Тому Что мы знаем В социологии Безпозвоночных Значит У Пчел Муравьев Термитов И так дальше Мы видим Создание Больших Сообществ Таких Индивидов Каждый Из них Исполняет Какую-то Функцию Внутри Огромного Коллектива Некоторые Называют Такой Большой Коллектив Сверхорганизмом Знаете Это Можно В каком-то Смысле Сказать О человеческом Обществе Во всяком На поэтическом Языке Это Неоднократно Делалось Так или иначе Мы можем Сравнить То Как устроены Ну скажем Большие города У человека Современного Сравнить Это С тем Как устроены Огромные Построения Муравейников Термитников Пчелиных Осинах И других Ульев И так далее Оказывается Что есть Много Сходства Ну знаете У нас вообще Очень много Сходств С социологией Безвозвоночных Например У человека Меньше Одомашненных Им Видов Чем у Муравьев Муравьи Тоже Одомашнивают Некоторые Другие Виды Организмов И Те им Служат Для Добывания Пищи Ну как Человека Используют Молочный Скот Так Муравьи Используют Так называемых Тлей Которых Они Разводят Число Видов Прирученных Одомашненных Муравьями Больше Даже Числа Животных Разнообразия Животных Одомашненных Человеков То есть Это Сопоставимая Фанасия Великий Французский Философ Бергсон В своих Замечательных Книгах Посвященных Философии Эволюции Высказал Предположение Что если Мы Смотрим Вообще На все Живое На все Живые Организмы То мы Можем Заметить Два Типа Разных Один Тип Он связал С тем Что Он назвал Инстинктом Это часто Делается Инстинкт Это то Что есть У Муравьев Термитов Бобров И других Животных Это Врожденная Способность Выспроизводить Некоторые Формулы Форма Символической Организации Скажем Танцы Пчел Другая Форма Открытая Бергсоном Связана Им С Интеллектом Это Как раз Линия Человеческого Развития Значит У человека Конечно Тоже Сохраняются Инстинкты Ну и Скажем Когда мы Произносим Междометия Ах Ох Мы Показываем Что У нас Сохранилась Способность Символическим Звуком Обозначать Какую-то Нашу Эмоцию Это Очень Раннее Свойство Многих Живых Существ Связанное С инстинктом Для того Чтобы Воскликнуть Ах Ох Не нужно Обладать Разумом Человеческого Тепа А разум Тебуется Для Рассудочного Утверждения Которое Способно Делать Все Взрослые Разумные Люди Значит Сравнение Инстинкта С интеллектом Позволяет Нам Подположить Что у Человека И Инстинктивные И Интеллектуальные Операции То 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 есть И Выражение Эмоций И Выражение Мыслей Излагались Изначально С помощью Языков Жестов Затем С помощью Естественного Языка И Только Потом Человек Переходит К Письменному Языку Ну И Здесь Мы Видим Что Создаются Не только Простые Символы Простые Знаки Но Целые Комбинации Символов Я Опять Таки Хочу Назвать Леруа Гурана Это Замечательный Антрополог Который Впервые Нашел Что Символ Довольно Сложный Которым Сочетаются Образы Мифологических Зверей С Некоторыми Другими Символами Такие Комплексные Символы Есть В нескольких Культурных Традициях По Сходному Пути Пошел Мой Соавтор И друг Владимир Николаевич Топоров Который Пришел К выводу Что Существуют Универсальные Знаковые Комплексы То есть Некоторые Комплексы Знаков Которые Мы Видим Вне Себя Или Находим Вне Себя И Рассматриваем Как знаки Как символы Это в частности Символ мирового Древа Или Древа Жизни Это символ Который Как Показал Топоров И независимо От него Американский Молодой Современный Этнолог Джейн Хейнс Хейнс H-A-Y-N-E-S Заглавие Книги Tree of Life Заглавие Книги Топоров Мировое Дерево Топоров И Хейнс Ну и многие другие Кто им следовал Полагают Что довольно рано Человек Располагает Возможностями Представить В виде Дерева Или чего-то похожего На растительное Символ Дерева Представить В виде Дерева Или Изобразить В виде Рисунка Нечто Похожее На Букву Ж В том Смысле Что верхние Черточки Которые Идут Вверх Символик Ветвей Дерева А нижние Черточки Которые Идут Вниз Это Корни Дерева Изображение Мирового Древа Вообще Дерева В виде Такого Рисунка По-видимому Врожденное Есть Такое Мнение Что Большинство Нормальных Детей В современном Обществе Включая Городское Общество Где Ребенок Вообще Редко Редко Имеет Возможность Наблюдать Много Деревьев Тем не менее Взрослый Нормальный Ребенок В своем Развитии Обычно Проходят Этап Когда ему Нетрудно Изобразить Такой Знак Университальное Дерево В виде Чего-то Похожего На букву Русскую Кириллическую Букву Ж То есть Изобразить Символы Верхних Ветвей Дерева И Символы Нижних Корней Дерева Ну и Обычно В большинстве Мифологии Верхние Части Дерева Соотнесены С небом С птицами С воздухом На нижней части Дерева Соотнесены С землей Подземным Подводным Пространством С животными Нижнего Подземного Водного Мира И так далее А в середине Мирового Дерева Живем Мы Люди Домашние Животные С нами Непосредственно Связаны Это наш Мир Мы находимся В середине Некоторых Языка Наш Реальный Мир В котором Мы живем Так и Называется Средний Мир Мы Середина Мирового Дерева Топоров Полагал Что мы Живем В эпоху Мирового Дерева Основные Религии Которые Мы Пользуемся Или Которые Мы Используем Так или Иначе Связаны С символом Дерева Как Образ Распятия Христианстве Как Образ Дерева Бодхи Дерева Пробуждения Под Которым Пробуждение Просыпание От Сна Мирской Суетной Жизни Произошло В истории Будды Когда Будда Становится Не просто Буддой А Носителем Идеи Бодрствующей Мысли Это происходит В то время Когда он Находится Под Деревом Буддхи Деревом Пробуждения Археология Показывает Что Человеческая Культура Кроме Изображения Животных И разных Символических Знаков В наскальной Животности Человеческая Культура Довольно Рано Также Дает Свидетельство Другого Типа Символов Которые Связаны У большинства Людей С правым Полушарием В отличие От левого Речевого Правое Полушарие Височная Доля Правого Полушария Соотнесена Главным Образом С музыкой Но Отчасти С пением Под музыку То есть Отчасти С теми Формами Языкового Творчества Которые Тоже Включают Себя Музыкальный Элемент Но Так или иначе Музыка Это Основное Чем Замечательное Наше Правое Полушарие В отличие От левого И Для музыки Создается Музыкальная Инструменты Ранние Которые Способны Произвести Звуки Типа Свистков Или Подобие Знаков Современных Скрипок И так далее Такого Рода Инструменты Сейчас Найденные Археологами То есть Мы можем Думать Что Вынесение Музыкальных Символов За пределы Человеческого Тела Потому что Пока мы Поем Мы Продолжаем Использовать Наш Речевой Голосовой Аппарат Для того Чтобы петь А когда мы Используем Музыкальный Инструмент Мы уже Умеем Что-то Вынести Наружу В сторону От человека Дальнейшее Развитие Культуры Мы можем Понять Как Развитие Разных Форм Аудио Визуальных Традиций То есть Традиции Которые Используют Звуковые Аудио И Зрительные Видео Способности Наши Культурные Традиции Ну Например Это происходит С театром Театр Это очень Ранняя Форма Культуры То Что Можно Считать Эквивалентом Шамана В разных Культурах Австралии Южной Америки Выглядит Вообще Говоря Как Самый Древний Из Существующих Видов Театра То есть Обычно Это театр Одного Актера Где Главный Персонаж Главный Герой Он же Рассказчик Он же Фигурирует В самом Рассказе Как один Из героев И вот Этот герой Создает Целую Большую Сеть Мифологических Рассказов О самом Себе Вокруг Себя И так далее Этого Много В разных Культурах Самые Ранние Формы Чего-то Похожего Я думаю Найдены Учеными Уже У антропоидов То есть Мы уже О таких Антропоидах Отдаленных Родственниках Человека Как Орангутан Знаем Что Орангутан Отличается Интересом Потому Что Мы В жизни У людей Называем Жизненные Картинки Или Картинки Из жизни Эти Жизненные Картинки Рангутаны Создают На основе Того Как Себе Ведет Обычно Нормальный Рангутан Но Бывают Смешные Картинки Где Рангутан Оказывается В каком-то Дурацком Или Смешном Положении Что Вызывает Смех У Орангутанов По-видимому Это Самые Ранние Из нам Известных Хомических Форм Культуры Которые Потом Очень Много Значит В своем Развитии Театр Потом Превращается В Древний Карнавал В Древнюю Систему Таких Связей Между Отдельными Персонажами Которые Немыслимы В Так Назваемых Серьезных Областях Культуры Культуры Делятся Обычные Серьезные Серьезные Религии Имела Место В том Же Ключе В том Же Наборе Знаков Имела Место Символическая Культура Пародирующая Основную Неофициальная Культура Как Гротескное Соответствие Официальной Культуры Такое впечатление Что это Свойство Многих Разных Культур О чем Я Куратко Вам Уже Рассказывал Но С этой Точке Зрения Исключительно Интерес Представляет То Что Происходит В конце 19 Века И Продолжается В 20 И особенно 21 Меняются Информационные Возможности Культуры Культура Все больше Ориентируется На Символы Знаки Которые Находятся В основном За пределами Человеческого Тела Но Они Как-то Связаны Со Знаками Организма Одного Человека Потому Что Один Человек Думает Пишет Создает Программы Компьютеров Пишет Задания Компьютерам И Умеет Написать Письменный Текст Который Можно Напечатать Все Это Делает Рука И Мозг Одного Человека Но Дальше Работает Большая Инженерная Система Которая Использует Все Возможности Радио Кино Телевидение Всех Современных Средств Передачи Хранения Распространения Информации Этого Всего Очень Много Это Занимает Очень Большое Место Во Всех Современных Культурах Постепенно Становится Все Более Важным Для Общества То есть Постепенно Общество Из Общества Потребления Разных Продуктов Превращается В Общество Потребления Разных Продуктов Плодов Переработки Знаков Информации То есть Когда Мы Слушаем Последние Известия По Телевидению Мы Представляем Себе Что Это Результат Некоторой Деятельности Группы Журналистов Которые Для Данной Компании Имея Ввиду Схему По Которой Добываются Средние О Каждом Новом Событии Вот Имея Ввиду Эту Схему Мы Можем Знать Что Любое Сообщение Нашего Способа Получения Информации Ну Скажем Любое Сообщение Евровидения Или Какой-то Из Советских Телевизионных Программ Такого Рода Любое Сообщение Связано С Некоторым Поиском И Нахождением Определенной Информации По Вопросу В Действующих Культурах Таким Образом Одна Из Главных Проблем Современной Антропологии Это Антропологическое Изучение Массовых Форм Использования Религии Как Собственно Религии Как Способа Общения Между Религиями Которые Находятся В Разной Стадии Такого Пробуждения Интереса К тому Что Такое Бог Рай Чистилище И так Далее Вот Культуры Которые Задумываются На эти Темы Отличаются От культур Которые Пока Не задумывались Или Еще Не задумывались На эти Темы Ну В связи С этим Я хотел Сказать Еще Два Слова Антропологии Компьютеров Значит Мы знаем Что Некоторые Механические Устройства Которые Выспоредили Б Волю Человека Во всем Такие Антропологические Типы Существуют И они Были Изучены Подробно Я думаю Что самое Главное В том Что мы Должны Понимать В Современной Культуре В очень Широком Антропологическом Смысле Это Соотношение Разных Частей Человеческого Организма И компьютеров В том числе Компьютеров Которые Могут Еще Появиться В будущем Значит То что я Сейчас буду Говорить Относится К компьютерам Как они Уже Есть Уже Существуют Уже Работают На протяжении Последних Десятилетий Существования Человеческих Культур И компьютеры Будущего Я буду Иметь ввиду То и другое Значит В целом Я бы сказал Так Что компьютеры Это Некоторый Способ Продолжения Человеческих Операций Связанных Отчасти С инстинктом Но главным Образом С интеллектом Продолжение Самых Разных Человеческих Операций Поэтому Когда мы Говорим Искусственный Интеллект Мы Конечно Отчасти Имеем ввиду Главным Образом Моделирование Использование Модели Человеческого Мозга Как основного Что связано Физически С нашим Мышлением Но В принципе Можно говорить О теле Человека В целом Потому что Когда Скажем Сейчас Работают Источники Человеческой Речи Которую Произносят Компьютеры Скажем Японские Игрушки Которые Играют Детьми При этом Произносят Разные Японские Извечения И слова Но это Конечно Использование Некоторых Возможностей Человеческого Тела В целом Не только Мозга Но и Речевого Аппарата И так далее Значит В принципе Возможно Замена Разного Рода Человеческих Операций Которые Совершает Мозг Рука И другие Части Человеческого Тела Возможно Их Замена Некоторыми Техническими Устройствами Это То Что Умеет Делать Современная Культура И По-видимому В еще Большей Степени Будут Это же самое Делать Культуры Будущего Потому что Сейчас Мы рассчитываем На вероятность Создания В близком Будущем Квантовых Компьютеров Квантовый Компьютер Отличается От современного Обычного Тем Что у него Может быть Другая Логика Он Может Пользоваться Не Двузначной Логикой Типа Да И нет Есть Отсутствует То Что Характерно Для Бинарных Систем Которые Использует Человек Разного Рода Бинарная Система Знаков О чем Мы много Говорили И Это Использование Знаков Продолжено В компьютерной Технике Которая Основана На Двоичных Системах Числения Перешифровки Других Чисел И так далее Для компьютеров Теперешнего Бинарного Типа Это Существенный Принцип В квантовых Компьютерах Возможны Решения Не по типу Двузначной Логики То есть Не по типу Есть Нет А по типу Сообщения О возможных Пределах Для одного И другого То есть О возможностях Разного Рода Комбинации В связи С проблемой Моделирования Воспроизведения С помощью Последовательности Некоторых Действий Наших Устройств Мы Воспроизводим Посредством Действенности Алгоритмов По которым Работают Наши Устройства Технические Устройства Типа Комбинации При этом Воспроизводим Часть Того Что Человек Человеческий Организм Умел Делать Раньше То есть Эти Точечи Знания Комбинации Комбинации Любого Из нас Это Какое-то Продолжение В основном Левого Полушария Каждого Из нас Как Правший Ну Левший Соответственно Продолжают Отчасти Своё Правое Полушарие Но не все Это Более Сложный Вопрос Я О деталях Говорить Не буду Ну В последние Годы Мы имеем Дело С созданием Новой Технической Сессии Которая Приобретает Всё Большее Значение Ну Мы Знаем Под именем Интернет Речь Идёт Вообще О разных Социальных Сетях Которые Связывают Между Собой Устройство Искусственного Интеллекта То есть Это Создание Некоторых Массивов Технических Замен Технических Соответствий Нашей Человеческой Цивилизации Это Цивилизация Компьютеров Цивилизация Социальных Сетей И конечно Характер Науки Антропология Меняется Антропология Становится Не просто Наукой О человеке Наукой О человеке И Человекоподобных Системах Которым Относятся Современные Будущие Компьютеры И поэтому Очень важно Думать О том Как Может пойти В какую сторону Может пойти Развитие Компьютеров Значит Здесь Из числа Разных Возможностей Прежде всего Я хочу Остановиться На соотношение На соотношение Наших Дискретных И непрерывных Моделей Значит Для человека Характерно Использование Некоторых Систем Дискретных Символов То есть Символов Которые Отличаются Один От другого Тем Что можно Четко Провести Границу Да Или Нет Можно Твердо Решить Вот такая Линия Которую Мы проводим Она На практике И в теории Прямая Линия Или мы Имели ввиду Какую-то Другую Непрямую Линию Или Вообще Какую-то Другую Фигуру Значит Возникает Проблема Соотношения Дискретного И непрерывного И то Как Разные Виды Символов Разные Виды Знаков Позволяют Нам Обозначить И Исследовать Дискретные Символы И знаки И Непрерывные Символы Знаки И явления Целый Вят Основных Человеческих Знаковых Систем Основан На Дискретности Это Относится К языку Потому что Язык Строится Посредством Комбинации Дискретных Звуковых Типов Которые Мы Называем Фонемами Эти Эти комбинации Осуществляются С помощью Слов То есть В каждом Слове Несколько Слагов Состоящих Из Нескольких Фонем Фонема Это Основной Дискретный Элемент Которым Мы Располагаем Звуковой Системе Любого Естественного Языка В письменных Языках На Высокой Стадии Их Развития Буквенной Стадии Обычно Каждая Фонема Каким-то Образом Изображается Посредством Букв Или комбинаций Букв Таким образом Мы можем Построить Систему Соответствия Между Набором Букв И набором Фонем Значит Важный Важный Принцип Это Принцип Дискретности По отношению К фонемам И он Также Работает В отношении Слов Потому что Каждое Слово Отличается От другого Слова Этого Же Языка Отличается Прежде всего По Означающей Стороне То есть По той Стороне Которая Состоит Из Некоторых Соединенных Друг С другом Фонем И Сторона Значимая Или Означаемая Означаемая Сторона Означаемая Сторона Это Сторона Наших Понятий Концептов Того Что мы Достигли С помощью Нашего Размышления Обычный Мы Стараемся Изгнать Многозначность Мы Стараемся Дать Каждому Понятию Отдельное Слово Чтобы Чтобы Не путались Разные Понятия Мы Хотим Для них Иметь Разные Оболочки Разные Слова Здесь Одно из Главных Различий Это Различие Дискретного И непрерывного Некоторые Виды Искусства Как Музыка Как Кино В основном Предъявляют Нам Возможность Построения Комплексных Знаков Из Относительно Более Простых То есть Вопрос Здесь Ставится По-иному Можно Уже Думать О том Что Возможное Моделирование Некоторых Недискретных Элементов Впосредством Недискретных Наборов Конечных Символов То есть На самом Деле Можно Оперировать Как Дискретными Символами Так И Символами Отдельными Ну Вот Это Такие Основные Понятия Которые Я считаю Важными Ввести Для Обозрения Современных Видов Искусства Массовые Коммуникации Ну Несколько Слов О том Что Оказалось Важным При Исследовании Таких Типов Знаков Которых Раньше Не было Это Типы Знаков Которые Используются В кинематографе Но И Теперь В Телевизии Прежде Всего Оказалось Что Можно Каждый Знак Строить На основе Совпадения Означающей Стороны Знак Как означающая Сторона То есть Знак Как то Что воспринимают Наши органы Чувств Наше зрение И слух Это знак Чего то Что мы В таком Обыденном Смысле Называем Существующей Реальностью Действительностью Если мы Говорим О реальной Корове Это значит Что мы Не просто Имеем ввиду Строчку В таблицах Сколько Коров Там В таком То хозяйстве А мы Имеем ввиду Какое то Конкретное Определенное Животное Значит Можно За каждым Знаком Увидеть Концепт Обозначения Ну скажем Понятия Овца И Видим Обозначение Конкретных Референтов Конкретных Экземпляров Предметов Данного Вида Которые Соотносятся С этими Словами И Символами Значит Есть Означающая Сторона Знака То что Воспринимается Нашими Органами Чуд Есть Означаемая Сторона То что В конце Концов Пытается Усвоить Наш мозг Своей Левой Правой Половинами Воспринимается Существует Возможность Соотнесения Всего этого С реальным Внешним Миром Как мы Его Воспринимаем И оказывается Что С точки Извиния Соотнесения С внешним Миром Наши Символические Языки Соотнесены С некоторым Дискретным Миром Вещей Предметов В которых Есть границы Между Предметами А существуют Непрерывные Процессы Которые Мы Моделируем Описываем В терминах Непрерывных Символов Это Особенность Совеменной Науки Которая Делает Весьма Необходимым Развитие Целого Ряда Областей Где Необычные Для человека Действия Над Недискретными Элементами Становятся Главной Задачей Ну Это Вот Из числа Таких Проблем Которые Открылись Шкараков Только В последнее Время Благодаря Роли Техники Какова В целом Роль Техники Для Цивилизации Значит Цивилизация Создает Несколько Разных Областей Которые Все Входят В Общее Понятие Одного Сферы То есть Цивилизация Каждый раз Когда она Возникает И развивается Каждый раз Приходит К созданию Некоторой Системы Описания Мира Внешнего Мира И Я могу Уйти Понятна На языке Данной Науки Вот Это То Основное Что Мне Представляется Важным Для Сопоставления Инженерных Цивилизаций С Цивилизациями В которых Техники Отводится Меньшее Место В этом Смысле Наши Европейская Американская Ну и Некоторые Дальневосточные Японская Китайская Цивилизации Существенно Отличны От того Чем Эти Цивилизации Могли быть На более Ранних Этапах То есть Тогда Скажем В Китае В 10 Веке Нашей Эры Уже Появляется Система Символов Включающая В себя Иисуса Христа В это Время Оказывается Меня Некоторые Важные Элементы Важные Части Для того Что В нашем Символическом Мире Имеет Условное Обозначение В виде Значений Слов Или Значений Жестов То есть Каждый Христианский Символ Скажем Символ Распятия Он Имеет Определенное Семантическое Значение Которое Раскрывается Благодаря Пониманию Христианского Учения Всего Того Что Православие Думает На тему О Значении Насильственной Гибели Персонажа Рядом Рядом С этим Существует Возможность Описания Этих Же Символов Как Если Были Только Символы Изобразительного Искусства Как Если Мы Не Изучали Роль Естественного Языка По Отношению К Разным Системам Естественный Язык Позволяет Сделать Естественно Такие Описания Которые Включают В себя Понимание Каждого Слова Языка В его Связи С реальной Действительностью С реальными Референтами И с Менее Реальными Психическими Составляющими Для Которых Важны Не только Логические Связи Но и Связи Другого Рода О чем Я говорю По поводу Различия Между Культурами Значит Мы В современной Культуре Имеем Дело С Некоторыми Техническими Средствами Работая С теми Предметами Понятиями Эмоциями Которые Были И Раньше У Человека Но Раньше У Человека Мы В меньшей Степени Пользовались Знаковыми Возможностями Которые Сейчас Открылись Благодаря Совершенствованию Всего Аппарата Науки Искусства Я хотел В заключение Немножко Сказать О типах Культур Я вернусь К типам Культур В следующей Заключительной Лекции Но я Хотел Благодаря О типах Культур В связи С Инженерной Точкой Зеней В связи С оценкой Технического Уровня Данной Культуры Технические Уровни Культур Очень Различны То есть Мы должны Описывая Культуру Скажем Греции Времени Птолемея Времени Когда Существует Математическая Астрономия Ну уже Как особая Наука Которая Обладает В совокупности Сведения О внешнем мире О том Как устроена Галактика И другие Вселенные И вот Наряду С этой Научной Картины Мира Возможно Сосуществование Некоторых Других Картины Ну скажем Астрологической Которые Какие-то События Которые Усматриваются Астрономами На звездах Соотносятся С тем Что происходит На земле Это способ Такой Дологической Работы Мышления Которую Мы Приписываем Обычный Первобытный Общество Но это Сохраняется Очень долго И есть Во всех Развитых Странах Значит Когда я Говорю Что В какой-то Стране Достигнут Технический Уровень Описания Элементов Микромира Из которого Состоят Все Надстроенные Над ним Уровни Которые Мы Описываем Когда я Говорю О роли Микромира И о роли Физики В микромире То я имею Ввиду Именно это То есть Я имею Ввиду То Что Человек Может Описывать Существующую Рядом С ним Сегодня Действительность Включая Самого Себя Может Ее Описывать То есть Любой Знаковой Системы Ну Скажем Любой Семиотической Знаковой Системы Которая Требует В семантике Чтобы Проведено Честкое Различие Между Отдельными Дискретными Величиями Вот Нам Нужно Понимать Что Мы Каждый Раз Имеем Дело С решением Некоторой Конкретной Задачи Соотнести Семиотического Явления Символа Знака Мы должны Понять Как Символ Знак Соотносится С другими Элементами Данной Структуры Данного Языка И так далее И с этой Точкой Зрения Мне Хотелось Бы Немножко Поговорить О том Как Мы Развитие В Древности Соотносим С Нашим Понятием История Человечества Можно Думать Что Эволюция Всегда Существовала Поскольку Эволюция Такой Принцип Который Мы Просматриваем Изучая Огромные Соединения Химических Молекул Разного Остроения Продолжение следует...